Это аргументы сегодня о жизни Хакасии. Будем откровенно говорить с главой республики Валентином Коновалом. Здравствуйте, Валентин Олегович. Здравствуйте. Валентин Олегович, ну давайте, наверное, начнем с главной темы. Только что прошли выборы. Как вы их оцениваете? Выборы прошли организованно, без нарушений, без происшествий, несмотря на то, что мы понимаем, в какой сложной международной обстановке они проходят. Но с точки зрения безопасности и в целом организации все прошло без сучка, без задоринки. Люди свою волю изъявили, проголосовали, поддержали тех кандидатов, которые победили. Сегодня мы видим, что на выборах в Государственную Думу на дополнительных у нас победил Шульгинов Николай Григорьевич, набрал более 55%. Наши жители выбрали глав городов, районов, сел и поселений. Ну, теперь у всех нас задача одна – это работать на общее благо, на благо жителей. Как вы оцениваете результат, который получила КПРФ? Там же были тоже свои кандидаты? Результат в целом нормальный. У нас избрались ряд глав сель и постсоветов, депутаты. Нам главное сегодня, чтобы те посылы, которые кандидаты давали в ходе этой избирательной кампании, посылы на развитие сел, городов, они были выполнены, и программы свои избирательные кандидаты реализовали, чего я им и желаю. После выборов каким образом будет складываться политическая ситуация, взаимоотношения между правительством, Верховным Советом, КПРФ и Единой Россией? Потому что, опять-таки, вспоминаем про перемирие, и некоторые говорят, что выборы прошлись, значит, перемирие тоже уже закончилось. Я, как глава региона и как первый секретарь КПРФ, конечно, нацеливаю свою команду на конструктивное сотрудничество, дальнейшее на работу. Понятно, что критика в отношении разных политических сил и от разных политических сил, она есть была и будет, потому что программы у партии разные, по ряду ключевых для республики моментов партии и отдельные политические деятели могут расходиться. Но главное быть в постоянном диалоге и не заниматься критиканством. Есть известная формула, предложил, значит, делай, сделал, не неси ответственность, если до этого ты критиковал. Поэтому, если по этой формуле будем жить, я уверен, что все будет нормально. Главное не о кораблях, чтобы это было, а были конкретные предложения, которые я, например, как руководитель правительства, всегда готов дельные предложения брать в работу и реализовывать. В том числе и брать для этой реализации тех, кто с этими предложениями выступил. У оппонентов возникает много вопросов по поводу социально-экономической ситуации. Вы как ее оцениваете? Социально-экономическая ситуация у нас действительно непростая. Это объективная картина. Мы уже с вами на предыдущих интервью это обсуждали. В силу ряда причин, в том числе исторических, Хакасия зависит от угольной отрасли, зависит от металлургии, в частности, от алюминиевой отрасли. Товары эти биржевые и, конечно, вот то колебание, которое идет цен. И сегодня те агрессивные действия недружественных стран, которые вводят заградительные пошлины, вводят эмбарго, конечно, все это мешает сегодня нашей экономике. И мы как раз в перечне тех 80 регионов, которые, наверное, от такой недружественной нам политики на международном уровне пострадали в наибольшей степени. Да, мы продолжаем реализовывать свою стратегию развития, которую в 2020 году еще утвердили, на дополнительную поддержку несырьевых отраслей экономики и на диверсификацию экономики. Но, опять же, с учетом этих внешних тенденций, в полной степени компенсировать то падение от налога на прибыль по угольщикам и алюминищикам, которые мы получили, пока мы не можем. Поэтому нас сегодня дополнительно поддерживает федерация. И эту работу мы тоже начали загодя. То есть, буквально недавно вышло распоряжение правительства о выделении ряду регионов, которые оказались в сложной экономической ситуации дополнительной помощи, 10 миллиардов, там чуть-чуть больше, мы получаем больше 2,8 миллиардов. Это большая работа, которую мы начали еще в прошлом году с правительством и с Минфином. Ну и, конечно, это поддержка президента. Потому что вот на последнем моем обращении Владимир Владимирович дал очень хорошую резолюцию. Мы ее доработали с Минфином. У меня была встреча с Антоном Германовичем. Он тоже поддержал. И в итоге, в ближайшее время, эта поддержка будет, чтобы сбалансировать наш бюджет. Но и мы на месте не сидим. С точки зрения экономики, если оценивать результаты первого полугодия 2024 года, у нас идет рост по инвестициям свыше 37%. Идет рост по ряду ключевых показателей, например, в строительной отрасли, по торговле и ряду других ключевых для нас экономических показателей нашего валово-регионального продукта. Поэтому сегодня мы работаем над тем, чтобы поддержать отрасли, обрабатывающие промышленности, сельского хозяйства, туризма. И опять же, говоря про пресловутую диверсификацию, чтобы все-таки меньше мы зависели от тех отраслей, которые экспортные у нас. И от добычи сырья. Каким-то образом ситуация прогнозируется, что будет в следующем году, но речь идет уже о принятии бюджета на следующий год. Вот каким он будет? Потому что было много разговоров, кстати, тоже о том, что следующий бюджет надо принимать такой оптимизированным, жить по средствам и так далее. Как идет над ним работа? Ну, я скажу, что и бюджет этого года, он у нас на самом деле был довольно такой сжатый. И мы, к сожалению, в текущей ситуации продолжаем его сжимать. Потому что, несмотря даже на все сложности, конечно, мы вкладываемся еще в развитие. Бюджет следующего года пока, то, что мы видим, и те тенденции поступления доходов, которые имеем по тому же налогу на прибыль, будет, наверное, тоже непростой. И действительно, большую работу нам придется провести и с парламентом, и с Минфином России, чтобы бюджет был принят в соответствии с теми доходами, которые прогнозируются. Прогноз пока мы еще не получили от налоговой, он будет чуть позже. Но, понятно, в первую очередь, будем ориентироваться на него. Но более того, есть нормы бюджетного кодекса, по которому все эти статистические параметры учитываются. И данные от соответствующих федеральных органов власти. Знаете, еще так давно повело, что каждому бюджету присваивают имя. Бюджет развития, социальный бюджет, бюджет следующего года. Каким он будет, если с этой точки зрения смотреть? Ну, мы в первую очередь постараемся обеспечить стабильность. Стабильность функционирования социальной сферы, стабильность функционирования сферы жизнеобеспечения. Но у нас будет и развитие в любом случае. Потому что нам удалось добиться, тоже над этим долго работали. Вот на последнем этапе подключился и Николай Григорьевич Шульгинов. Нас сегодня включили в индивидуальную программу развития. И она для нас разработана, индивидуальная программа развития региона. И мы дополнительно миллиард ежегодно будем получать как раз-таки на развитие несырьевых секторов экономики. И здесь экономика будет двигаться вперед. Наши предприятия, предприниматели по ряду отраслей будут получать дополнительную помощь, чтобы динамичнее двигаться вперед. И здесь есть определенный оптимизм. Если возвращаться к индивидуальной программе развития, там четыре основных направления. Это дополнительная поддержка обрабатывающих производств. Мы декапитализируем фонд промышленности наш, декапитализируем гарантийный фонд. То есть это будут займы и поддержка на приобретение оборудования, на модернизацию, на расширение производств. Мы продолжим создавать и делать более жизнеспособными наши промзоны. Такие, как действующие, например, в Черногорской промзоне. Есть планы по созданию аграрной промзоны в Алтайском районе. Мы продолжим развивать энергетическую инфраструктуру. В индивидуальной программе развития тоже есть строительство дух подстанции и высоковольтной линии. Также доп. поддержка будет направлена на туристическую сферу, которая одна из ключевых для региона. И на поддержку малого и среднего бизнеса и предприятия. То есть по всем этим направлениям мы, безусловно, отработаем. И, конечно, будем активно участвовать в нацпроектах и федеральных программах. Все это, конечно, важно. Новые производства, диверсификация. Но что будет с угольной отраслью? Потому что такая традиционная. Как будет с логистикой? Пойдет наш уголь? Будет вывозиться? Угольная отрасль, несмотря на все сложности, несмотря на колоссальное падение доходов от нее в наш бюджет, сегодня продолжает жить. У нас 8 предприятий в целом функционирует, разрезов. И работает больше 5 тысяч только на самих предприятиях. Еще связанные предприятия, это около 12,5 тысяч. А в целом мы понимаем, что это практически 10% всего населения, если с семьями брать, которые так или иначе связаны с угольной промышленностью. Здесь какие перспективы? Первое, вы знаете, у нас заключено с РЖД соглашение. И в этом году 6,5 миллионов тонн мы вывезем на восточное направление. Были проблемы с графиками вывоза, но и сегодня РЖД вышло уже в плановые значения. Мы сегодня имеем опять же поддержку от президента и будем прорабатывать этот вопрос по увеличению на следующий год вывоза на восток. Мы попросили 10, но сегодня ведется работа на уровне Министерства транспорта, на уровне Министерства энергетики, РЖД. Каким цифрам придем, пока сказать не могу, но движение в этом направлении есть. Буквально недавно к нам приезжал замминистра энергетики. Он этот вопрос курирует. И, в общем-то, Хакасия там постоянно звучит. И мы эти вопросы ставим на совещаниях и федеральных кабинетах. И, в общем-то, федерация сегодня действительно плотную занимается. Более того, мы вышли еще с рядом других предложений совместно с другими угледобывающими регионами. Это, в частности, вопрос возвращения понижающих коэффициентов на вывоз в западном направлении. И скидок, которые были. Причем, парадоксальная ситуация. Понижающие коэффициенты скидки были до 2022 года, когда промышленность чувствовала себя угольной неплохо. Потом их отменили. Сегодня мы говорим о том, что чтобы западное направление было рентабельным, хотя бы в ноль, эти меры поддержки надо возвращать. И мы говорили, например, про пошлины вывозные, о том, что надо приостановить их действия. И здесь уже поддержал и президент, и правительство до конца ноября, на сегодняшний день, эти пошлины приостановлены. Поэтому я уверен, что и здесь, в процессе переговоров, вполне реально угольным регионам пойдут навстречу. Эту позицию мы сегодня отстаиваем. Поэтому, если так резюмировать, шансы есть и неплохие. Мы продолжаем работать над тем, чтобы в следующем году у угольной отрасли в стране были более благоприятные позиции. И в том числе больше был вывоз из нашей республики. А каковы шансы Хакасии, чтобы привлечь сюда, прописать кого-то из угольщиков в нашем регионе, чтобы они здесь налоги платили? Ну, шансы есть. Безусловно, такие переговоры мы тоже ведем. Думаю, в принципе, есть примеры. Понятно, там не у всех собственников угольный актив, он самый главный. Там есть разные ситуации. Но эта работа продолжается, и она продолжается не только в угольной отрасли. Может, раскроете секреты? Кто тут может появиться? Я думаю, это ни к чему для широкой общественности. Но в целом, я думаю, вы все видите, что у нас в том числе растет и отчисление по НДФЛ. Ежегодно причем. Говорим об угле. Как раз очень важная тема – подготовка к зиме. К следующему отопительному сезону, где без угля тоже не обойтись. Как идет эта работа в Хакасии? Какие есть проблемы? Что сделано, что не сделано? Вы говорили о том, что надо в муниципалитетах активнее работать в этом направлении. Мы понимаем, что в конечном итоге за получение паспорта готовности населенного пункта отвечает всегда муниципалитет. Правительство последние годы подготовки к зиме и вообще состоянию жилищно-коммунального комплекса уделяет особое отдельное внимание. В таких сухих цифрах на этот год у нас запланировано более 300 миллионов на подготовку к зиме. Это не считая то, что мы выплачиваем выпадающие доходы еще на нашим предприятиям коммунальной сферы. Были вопросы на прошлой неделе в плане готовности отдельных населенных пунктов. Какие-то урегулированы уже, какие-то в процессе. У нас зима в некоторых районах наступает раньше. И северные наши горные районы на особом контроле Приисковы, где у нас новая котельная вот-вот уже будет полностью построена. Она, кстати, запущена уже в тестовом режиме. Сейчас монтируется труба буквально 2-3 дня и котельная заработает на полную. Это новая модульная котельная такого же типа, как мы построили в Пригорске, в Белом Яре. То есть, в общем-то, на сегодняшний день, благодаря региональному причем проекту, мы надежность теплоснабжения в Приисковом, в нашем одном из туристических центров, обеспечим. На особом контроле всегда у нас таежные территории Аскизского района, такие как Вершины Тёи. Там тоже на сегодняшний день работа большая проведена и в плане готовности котельной, и в плане обеспечения запаса угольного топлива. Причем, опять же, возвращаясь к социальной ответственности наших угольных предприятий, они идут навстречу и где-то бесплатно предоставляют уголь, где-то дают отсрочку по платежам, где-то дают по минимальной цене. То есть, здесь взаимодействие и движение навстречу и региону, и отдельным муниципалитетам мы видим. Поэтому, в целом, оценивать можно будет, когда Ростехнадзор завершит выдачу паспортов готовности. Мы ориентируемся на цифру выше 80%, а я напомню, еще 6-7 лет назад мы еле-еле поднимались выше 40%. То есть, сегодня, конечно, наш жилищно-коммунальный комплекс находится в качественном состоянии. И могу заверить, что, так как это сфера обеспечения, мы продолжим оказывать данному аспекту жизни республики особое внимание, в том числе и финансовое. Что касается работы муниципалитетов, опять-таки, возвращаясь в заседание правительства, где вы раскритиковали некоторые муниципалитеты, что вы имели в виду? Когда говорили, что надо активнее работать и не перекладывать ответственность? Петр, я имел в виду иждивенческую позицию отдельных муниципалитетов, когда они, вместо того, чтобы сами заниматься теми вопросами, которые в их полномочиях находятся, свешивают это на правительство. Понятно, что мы это делаем, мы и с угольщиками договариваемся, и деньги дополнительные даем из регионального бюджета. Но мы же видим, какая ситуация в каждом конкретном бюджете. О чем я говорил? Ну, когда муниципалитет может найти деньги на танцы-пляски, 5 миллионов, и не может найти миллион на приобретение угля, ну, это странная ситуация. Даже если это спонсорские средства, ты же можешь отработать с этим потенциальным спонсором в другую сторону. Вот о чем была речь. Но на практике все-таки большинство глав муниципалитетов действуют арчительно. И именно к этому в ходе совещания, это я и призывал, что вы свой бюджет правильно распределяете. Он у вас тоже есть. И, к сожалению, не все доходы, которые вы имеете, пусть и большинство даже из вас дотационных, вы тратите так, как их надо тратить в интересах жителей. А должно быть только так, только в интересах, на благо, и в первую очередь, конечно, расходы, которые касаются зарплаты, которые касаются социальной поддержки и жизнеобеспечения. Не так давно рассматривался вопрос о столичном статусе Абакана, закон такой был. Там была такая оживленная дискуссия на этот счет. Ваша позиция какая? Вы подписали в итоге этот закон? Я позицию выразил публично. Правительство республики дало отрицательный отзыв. Я лично неоднократно встречался с руководством Абакана по поводу этого законопроекта. Мы предлагали, какие надо сделать изменения для того, чтобы он был принят в виде, который устроит и правительство, и Минфин, Россия, я напомню, мы на казначейском сопровождении находятся, и устроит большинство муниципалитетов. Потому что, ну, скрывать не буду, главы ряда городов, районов и сельсоветов, конечно, были возмущены. И нам тоже пришлось с ними работать и объяснять. Главная проблема в том, что просто не был указан источник. То есть мы понимаем, причем, что Абакан это муниципалитет, который не дотационный. Единственный у нас эти муниципалитет не дотационный. И мы понимаем, почему. Ну, это столица, понятно, здесь регистрируются все юридические лица, и коммерческие, и некоммерческие органы власти. Мы предлагали все очень просто, и по аналогии с другими регионами. Это программа специальная по развитию столичного города и система двух ключей. Когда по любому объекту решения принимаются республикой и городом совместно. Потому что мы понимаем, что Абакан же это не только муниципальные учреждения и объекты муниципальной инфраструктуры. Это еще и объекты региональной инфраструктуры. У нас также есть, например, школы. У нас также есть объекты культуры, объекты спорта, которые тоже требуют развития, требуют ремонтов, а где-то и строительства. И это же развитие города Абакана. Но вот, к сожалению, здесь, наверное, какая-то политическая составляющая перевалила в мнениях у депутатов. Они приняли, приняли практически конституционным большинством. Поэтому я не видел смысла не подписывать этот документ. То есть это ответственность уже депутатского корпуса. Но с учетом, что в законопроекте толком не были указаны источники, мы понимаем, что бюджет это как сообщающиеся ссуды. Невозможно кому-то дать, откуда-то не отняв или не указав дополнительный источник. Не введя дополнительное налогообложение. Либо какой-то иной доход не показав. Поэтому в любом случае нам вместе с депутатами придется бюджет принимать сбалансированный. И, конечно, мы не можем обделить другие муниципалитеты. Это все будет обсуждаться. И, конечно, вот этот баланс между всеми муниципальными образами, включая Абакан, он будет восстановлен. Вы сами живете в Абакане. Что бы вы назвали ключевой проблемой столицы Хакасии? Слушайте, ну проблем много этой дороги, этой вопроса благоустройства. Я более того-то хочу сказать, что Абакан-то мы за последние 6 лет никогда не обижали. То есть, если мы посмотрим в структуре распределения нацпроектов, федеральных и региональных программ, ну Абакан получает не треть. То есть, население проживает треть, а даем мы больше. Более того, мы вкладываем его в развитие собственно региональной инфраструктуры. И, конечно, хочется, чтобы Абакан был еще краше, это наше лицо. Но мы должны обеспечить развитие равномерно всей республики. Это та задача, которая стоит перед правительством. Более того, ряд решений, которые мы за последние годы приняли, они же были фактически в пользу Абакана. Мы отдали от себя, от регионального бюджета, например, 30% по упрощенной системе налогообложения. Всем муниципалитетам. Но главную выгоду получил Абакан. Потому что это около 500 с лишним миллионов ежегодно. И львиную долю, там процентов 70 с лишним от этой суммы получает Абакан. Ну, если вот говорить про 300 миллионов, больше 300. Это еще в 2021 году было решение. Эта сумма ежегодно нарастает. Но это как пример. Есть и другие позиции. То есть, фактически, мы ежегодно даем Абакану федеральной и региональной поддержке, а региону федеральную поддержку распределяет, более 2 миллиардов рублей. И проблемы, конечно, они сохраняются. Город большой, город растет. Мы видим, как он активно строится. Хочется, чтобы администрация более чутко реагировала, конечно, на развитие дорожной инфраструктуры и содержание ее. Потому что не всегда вовремя, все-таки, даже ямочный ремонт делается на благоустройство не только центральных территорий, но и всех наших микрорайонов и районов. Но, в целом, я еще раз хочу сказать, я понимаю, что это наши общие задачи с муниципалитетами. И, конечно, мы продолжим помогать. Если говорить в целом о всей республике, в следующем году стартует много новых национальных проектов, в том числе, касающихся здоровья людей. Вот как Хакасия будет в них ходить? Каковы шансы получить федеральное финансирование и что-то сделать у нас? Надо сказать, что как только президент объявил о введении новых нацпроектов и федеральных программ, мы на уровне наших региональных министерств начали работу с федеральным правительством. Сегодня мы все в республике, вся страна ждет, когда будут закреплены критерии. То есть, что нужно будет для вхождения в нацпроект семья, нацпроект кадры, по линии здравоохранения, о чем вы сказали, по линии развития инфраструктуры населенных пунктов. То есть, сегодня все эти нацпроекты в целом обозначены, но юридически значимые документы пока еще не выпущены. Насколько мне известно, они будут выпущены в октябре. И после этого мы уже все те наработки, которые есть у наших министерств с федеральными, конечно, они перерастут в заявки на конкретную помощь в рамках тех критериев, которые федерация заявит. Татьяна Олегович, время наше заканчивается, и по традиции у вас есть возможность обратиться к жителям Хакасии и что-то сказать им. Да, уважаемые друзья, хочу сказать вам спасибо за ту активность, которую вы проявили про голосование. В отдельных наших населенных пунктах очень высокая явка. Города, к сожалению, не так активно шли голосовать, но тем не менее всем, кто пришел, огромное спасибо. Ну, а всех жителей призываю все-таки не быть равнодушными. У нас еще не одни выборы впереди, конечно, свой гражданский долг важно исполнять. Если вы его исполняете, вы с полной чистой совестью можете потом спрашивать с власти, а это очень важно. Но, тем не менее, хочу еще раз поблагодарить все, кто пришли и проголосовали. Молодцы. Ну, а кто в силу той или иной ситуации не смог, мы ждем на следующих выборах. Потому что влиять на власть – это очень важно. Ну, и приятно было пообщаться. Спасибо, что выслушали. Всего доброго. Это была программа «Аргументы». С сегодняшнего дня мы уходим в творческий отпуск. Смотрите новые доводы и новые аргументы в октябре. Спасибо, что были с нами.